всем привет друзья еще раз здравствуйте сейчас будет маленький обзор очередной столицы на моем пути город называется подгорица тот город которым я сейчас нахожусь это столица республики черногория и сейчас за моей спиной вы можете наблюдать башни с часами только что пробило один раз потому что половина у нас седьмого половина седьмого вечера пробивает один раз башня подсвечена красивая высокая вот такая высокая и здесь маленький такой скверик маленький скверик с лавочками но разумеется все чуть-чуть безалаберно чуть-чуть неряшливо сейчас я вам покажу почему здесь есть фонтанчик с водой который сломан здесь нету ни кранов ничего не воды ну как-то непонятно он оформлен внутри нас сыпа мусор накиданы листья воды нету да какой фонтанчик как он работает я пока не понял нема воды так первый недостаток здраво здраво какие девочки красиво идут я аж отвлекся простите и сейчас я вам покажу как называется табличку который отсутствует но табличка здесь должна была бы быть на которой должно было бы быть написано что это черт возьми за башня и ничего нет информации нет ничего нет все куда-то пропало сожалению представляете друзья оказывается вот это все безобразие происходит прямо напротив национального музея исторического музея черногории министерство культуры и двуглавый орел прилагается то есть герб страны вот прямо под номером дома ужас безобразие значит публич ага значит написано национальное министерство национальных парков черногории вот что здесь написано то есть управление паркового хозяйства что-то в этом роде написано на местном языке и на английском и даже нарисовано одно дерево и два объекта полном запустении разрухи и в ненадлежащем состоянии к сожалению извините я всегда говорю правду и констатирую то что вижу да можете кидаться в меня проклятиями я вам разрешаю если вам позволяет культура висит флаг страны и башня с часами которая работает и даже отбивает часы ну вот как то так мы продолжаем осмотр города подгорица черногория и я продолжаю делиться с вами радостями том что я посещаю в данный момент очередную столицу на своем пути скажем так есть странные столицы у которых я не посетил но был стране это столица я уже сбился со счета сейчас будем считать вместе с вами возможно ну делать нечего давайте посчитаем да будем я буду перечислять вы считаете так считаем столицы которых я успел бы быть побывать вот во время этого путешествия который идет шесть лет будем смотреть на время и на флаг в этот момент никосия раз билиси 2 ереван 3 степанакер 4 тегеран 5 5 дальше маскат 6 маскат 6 коломбо 7 сами будете гуглить столица какой страны звучит в эфире 7 так 7 куала-лумпур 8 сингапур 9 бангкок 10 10 10 так джакарта 11 кстати один или 11 показывает здесь именно так него так а вот так этим пальцем джакарта 11 вентьян 12 так показывает 2 на балканах 12 вентьян ханой 13 так 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 идем дальше бишкек 14 душанбе 15 15 кабул 16 16 ташкент 17 ташкент 17 а а белград 18 подгорица подгорица друзья простите что так долго заняло это перечисление но я просто вспоминал вспоминал именно столицы все-таки оказывается в этом путешествие которое началось 8 февраля пятнадцатого года и до сих пор идет с небольшой паузой почти без остановки девятнадцать столиц я посетил но могу еще двадцатый посчитать киев так как я через него проехал ненадолго там остановился могу же посчитать так или родной город не считается да наверное он не считается это было бы не совсем честно и так я тут смахливал сильно здесь был маскат которыми был только в аэропорту но так как я был в этом городе все таки да значит я его посчитал так что-то я забыл или нет сейчас я подумаю что что я забыл что не забыл не не забыл ничего все все на месте отлично итак друзья не забудьте подписаться на этот канал и вы узнаете еще много интересного о путешествиях человека который посетил без остановки 19 столиц мира именно столиц все это почти без затратно и почти без остановки я делаю осмотры обзоры городов стран культур и их традиции говорю всегда правду не прилизанную не проплаченную не прикрытую поэтому друзья не забудьте подписаться на канал нажать на колокольчик поставить лайк и комментировать хорошими словами этот видеоролик а так как не кость ладно не будем говорить в общем 19 столиц я посетил 19 столиц я посетил и и 20 стран столицу которых я посетил вот так а если вы знаете почему такое разночтение разногласия пишите в комментариях ответ на этот вопрос почему 20 стран столицу которых я посетил и почему 19 городов столиц я посетил почему две разные цифры почему два разных числа разберемся в комментариях спасибо за просмотр да кстати еще забыл вам показать одну интересную деталь эта страна очень сильно напугана вирусом в ней живет всего 650 тысяч людей забыл об этом сказать значит маленькая историческая такая номенклатурная справка в но одно хорошо везде урны везде урны вот я урна вот причем они тут везде их очень много очень часто они стоят страна напугана вирусом значит 650 тысяч людей живет всего лишь очень много переболевших некоторые небольшое количество умерших меньше одного процента значит ну вот это как бы центр улица по моему короля николая здесь камеры везде они следят за порядком вот камера на над моей головой и здесь у нас есть значит плакат big board на нем написано два метра соблюдаем дистанцию вот два метра соблюдаем дистанцию вот вот тут у нас плакат подобные плакаты и информация висит везде абсолютно везде где он там вот он тут в общественные места нужно заходить маски значит поверхностный карантин только что сняли ограничения на въезд в страну только по предъявлению негативного теста на коронавирус 12 числа отменили это требование я дождался этого числа и заехал недавно в эту страну которая уже ну вот так вот по моим подсчетам 63 на моем пути поэтому я имею огромный опыт и впереди еще больше оставайтесь на связи спасибо за просмотр друзья мои еще раз показываю вам башню с часами улица короля николая находится вот прямо здесь передо мной я вам сейчас ее покажу это обалденная велодорожка кстати на ней стоит даже знака посередине еще один такой как бы то сказать фишечка до элемент дорожные разметки вот такой пластиковый пластмассовый вот они тут стоят чтобы не заезжал сюда никакой транспорт ну может только мотоциклов наверное заехать и то штрафуют потому что камеры и далеко ты не уедешь то есть здесь только для велосипедов европа понимаешь и это красота порядок велосипедист тоже участник дорожного движения нужно отметить это как позитивный фактор что-то я вам еще хотел сказать забыл под пожалуй продолжим следующем ролике а вспомнил это улица короля николая если я не ошибаюсь а вот эта улица вообще улица октябрьской революции друзья я так рад что еще кто-то помнит о наших коммунистических традициях эта улица октябрьской революции в этой стране очень любят русских и очень любят революцию это все здесь как-то оставило свой отпечаток сожалению или к счастью пишите что вы думаете по этому поводу в комментариях спасибо за просмотр впереди много интересного увидимся на краю света пока пока